Два золота с плавательных дорожек благовещенские спортсмены успешно дебютировали на всероссийских соревнованиях по плаванию в Пензе. Очередной турнир детской лиги плавания по Волжье приурочили к 60-летию отечественной космонавтики. В соревнованиях приняли участие 900 пловцов из разных регионов страны. Впервые показали свое мастерство и амурские спортсмены. Нашу область представляли 4 воспитанника Благовещенской Дюсшан номер 1. Причем по итогам заплыва все они вернулись с медалями. Лучший результат – Назара Попова. Два золота на дистанциях в 50 и 100 метров брасом и серебро на 50-метровке бутерфляем. Трижды поднималась на пьедестал почета и Благовещенка Инна Королева. У нее полный комплект медалей в брасе на разных дистанциях. Еще по медали серебряной и бронзовой завоевали Кристина Лагода и Дмитрий М. Сборная Благовещенска выиграла гандбольный этап 23-й комплексной спартакиады городов Амурской области. Причем если победа мужской команды была ожидаемой, то девушки взяли золото впервые за последние 13 лет. Гандбольный этап 23-й спартакиады городов при Амуре в Зее стал девятой дисциплиной турнира. Всего же состязания проводятся по 16 видам спорта. В мужском разряде состязаний участвовали 6 команд, в женском 5. По итогам поединков места на пьедестале почета распределились одинаково. Что у мужчин, что у девушек. Первое место в Благовещенск, второе – Зее, третье – Свободный. Здоровым быть в тренде жить. Так называется новая корпоративная физкультурно-оздоровительная программа, которая с этого года стартовала в Благовещенске. Сейчас в ней участвуют 9 учреждений области, еще несколько спортивных и медицинских организаций оказывают сопровождение проекту. Продолжит Евгений Вдовенко. В программе по укреплению здоровья своих сотрудников участвуют учреждения различных сфер – образования, культуры и спорта. Пока все в виде эксперимента. Однако в администрации областного центра уже задумались над тиражированием проекта в подведомственных учреждениях. Тем более отзывы экспертов только положительные. Первые шаги достаточно удачные. Есть уже наработанный опыт сотрудничества с различными организациями. Это и спортивные федерации, которые подключились и работают вместе со школами, вместе с организациями культуры. Это, конечно же, медицинское сообщество, это поликлиники, это непосредственно центр медицинской профилактики здоровья. Методика борьбы за здоровье сотрудников самая разная. От дополнительных медосмотров и профилактики заболеваний до участия в реальных состязаниях или командообразующих семинарах. Пропоративная программа по укреплению здоровья сотрудников в первую очередь направлена на повышение физической активности трудового коллектива. Работа над психоэмоциональным состоянием сотрудников – это проведение различных тренингов, семинаров, мастер-классов, интенсивов, интерактивов и так далее. Это мероприятие по работе с последствиями табака и алкоголя. То есть программа включает в себя пять основных разделов. Наиболее креативными оказались педагоги школ города. Они не ограничились семинарами и медосмотрами, а решили замахнуться на знаки ГТО. Первыми тестирование прошли 42 преподавателя 16-й благовеченской школы. Ну, во-первых, проверить свою выносливость, ну и, наверное, быть примером для детей, чтобы дети, учащие, собрали пример с учителей, чтобы мы тоже спортивные, активные. Конечно, тесты на гибкость, пресс и силу для учителей биологии или математики – испытание не самое привычное. Однако почти все настроены идти до конца. И пусть и не с первой попытки, но сдать нормативы. Для них это все новое, необычное, как бы еще, наверное, не совсем понятно. Но задача у нас – довести весь педагогический коллектив до получения знаков. То есть впереди у нас легкая атлетика, впереди у нас сметание. Те, кто умеет плавать и захочет плавать – это плавание, турпоход. Кстати, вызов педагогов 16-й благовеченской школы уже приняли их коллеги из 2-й и 10-й. Помимо этого, проверить свои возможности решился и коллектив общественно-культурного центра. Евгений Вдовенко, Константин Волков, Амурское областное телевидение. И на этом все. Смотрите программу в социальных сетях на нашем официальном сайте в эфире Амурского областного и общественного телевидения России. Будьте в спорте и до встречи. Каким должен быть аккумулятор? Стабильным, с высоким приемом заряда, с отличными пусковыми мощностями для автомобилей старт-стоп и гибридов. Спрашивайте в торгово-сервисной компании «Макс Интер». Огонь батарея. Огонь президент.